В этом районе городские службы не впервые. Муниципальный контроль и архитектура уж точно. До сих пор шли судебные разбирательства по самострою на Евскино-18. 1 октября суд принял решение о сносе. Но пока приставы сюда не дошли, вокруг страшно посмотреть. Завалившийся забор и мусор, а рядом детский сад. Посвящение раз, дальше ремонт подходов. И желательно сюда выехать после дождя. Вот дождь пройдет и посмотрите. Пройдите вот этой дорогой и посмотрите, как идут дети в школу и как родители ведут детский сад. И если мы не можем, собственно, не дал помогу, значит надо самим работать. Навести порядок надо и в пешеходной зоне у школы. Раньше здесь был тротуар, теперь сплошная полоса препятствий для сотен прохожих. Детей 300 есть точно. Вот представьте, 300 родителей каждое утро ведут в детский сад и потом возвращаются. Плюс полтысячи детей и смотрите, вот пока мы стоим, человек 20 прошлых взрослых, да, которые идут. И все, кто вот здесь вступает, все вспоминают вас. Анжелика, ну в чем дело? А кто разобрал их, скажи? Он же был. Приложить немного усилий и здесь может получиться симпатичная прогулочная зона, говорит глава города. Нужно добавить освещение, тем более, что опоры для фонарей здесь есть. С нуля делать ничего не надо, а лишь услышать просьбу людей и благоустроить нужную для них улицу. Можно даже лазерку поставить, но это совместно. Тут сделать прокладку с Мастахановской, зона отдыха будет. Ну да, здесь просьбу. А если будет освещение, люди будут ходить. Школьному руководству у первого лица Анапы тоже возникли вопросы. Беспризорная стайка девчонок-первоклашек поразила Сергеева, почему рядом с детьми нет учителя. Что, что я увидел, во-первых, дети беспризорные совсем. Маленькие детки, вот они... Маленькие детки, а это, например, переметы не мои? Нет, мальчики вот там. Вот, вот одна учителя. Ну, их было, человек есть. Можно составить график. Я не дилетант, хочу этих вопросов, но можно составить график и, наверное, папиринку смотреть за телеком. Да, из пектолик. Смотрим, конечно. Сергей Павлович, ясен. Вот у меня, вот мы, здравствуйте, 20 минут ходим, вот 20 минут эти дети собирают каштаны, ходят за территорией. Вот вы сами прибираете. Ну, это же объект крыльственного внимания сейчас другое. Ну, вы что, шутите, что ли, а? Санитарное состояние прилегающих к школе и гимназии территории оставляет желать лучшего. Ограждение прожжавело, а газоны завалены листвой. Субботники ведь никто не отменял. Мы сделаем тротуар, сделаем освещение на тротуарах. Ну, наведите в порядок здесь. Убираем, но... Потом покрасить ограждение. Слушай, надо, уже финансирование-то есть. Изменения будут. Дали гарантию и школьное руководство и городские службы. Не за один день, но этот небольшой бульвар приведут в порядок.